Ухабы, ямы и просадка грунта – все это сопровождают водителей на улице Рогачева каждую весну. Проехать здесь невозможно, говорят автовладельцы, а грязь и вода льются чуть ли не рекой. Ужасная дорога. Можно колеса оставить и подвеска рушится из-за таких дорог. Мы обслуживаем котлы газовые, поэтому бывает. Картина меняется? Нет, за год ничего не изменилось. Только хуже стало. Сейчас весной распутится. Это ужасная дорога, но к этим домам по другой дороге не пробраться. Поэтому приходится. Пять километров в час потихоньку ползем. Но людям тоже надо как-то отсюда уезжать, сюда приезжать. А вам на такой вот довольно низкой машине насколько тяжело было тут ехать? Очень тяжело. Очень тяжело. Ну вот. Зигзагами. Уж если машинам здесь нелегко проехать, даже джипом, то пешеходам здесь передвигаться подавно тяжело, потому что тротуара нет. Приходится идти вот по такой обочине, где сухая трава, грязь, мусор. Потому что сама дорога полностью в грязи, по ней невозможно идти. И жителям приходится жертвовать своей обувью, чистотой, чтобы пройти к своим жилищам. Летом пыль. Зимой дорога становится узкой. Пешеходам негде ходить, так как нет тротуара. Весной распутится. Неоднократно съемочная группа телекомпании ТВК освещала эти проблемы. Микрорайон развивается, жителей становится больше, а вот полноценной дороги нет. К тому же улица Рогачева ведет к социальным учреждениям, к детскому саду, яслям и школе. В прошлом году власти города заговорили о строительстве дороги. Проект включает в себя ливневую канализацию, тротуары, светофоры. В первом этапе подразумевается строительство от улицы Космической до улицы Российской, как ранее рассказывали в Управлении капитального строительства. Люди по улице Рогачева постоянно жалуются на пыль. Плюс на въезде, на подъеме космические пересечения, где-то там автобаня, там постоянно ведет просадка грунта. Мы с учетом этого запроектировали улицу Рогачева, там уложили дренаж, водопонижение, чтобы избежать вот этой просадки. Когда воплотятся эти планы в жизнь, мы подготовили запрос на имя главы города. Напомним, по закону срок ответа на запрос СМИ составляет 7 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова